Все, начинаю запись, друзья. Итак, Flux против BLO. Последний матч сегодняшнего дня. Не считая там недоигранной третьей карты. One Day to Play и Fuse, возможно, мы сегодня еще доиграем этот кусочек, эту ситуацию со счета 2-0. 3-0 даже на третьей карте. Но у меня сегодня матчики подзатянулись. Кстати, друзья, не забудьте поздравить товарища Слэма, моего коллегу, комментатора хорошего. Если у вас есть он ВКонтакте, у него сегодня день рождения. Парня надо поздравить. Хорошо поздравить. Отлично просто поздравить. Хозяин, панда, ты хозяин, слышишь? Я не знаю. Я на тебя навожу, наверное, сервера. Ты хозяин-администратор. Нет, ты вообще крутой. Ну что, Flux и BLO есть на сервере. BLO готовый, Flux готовый, пошел пик. Все, все. Холи ворчат, до заведания. Все, ухожу я от вас. Буду сейчас смотреть за игрой. Буба и BMH. Буба, Буба, Буба. Давай, Буба. Ну, напомню всем, друзья, на всякий случай. Команда Flux, Чоп. Швеция, Буба, Швеция. Пенкиллер, Дани. Команда, Билло. Мамут, Швеция, BMH, Швеция. Флютер. Он из Финляндии. Ну, в общем, 4 шведа у нас на сервере. Один финн и один датчанин. Такие вот у нас. Скандинавская, на самом деле, игра такая довольно. Топ, топ просто европейский почти весь в Скандинавии. Видимо, там, где холодно, прикольно играть в Bloodline. Или что, я не знаю. Ну, вообще-то игра шведская, на самом-то деле. Поэтому, наверное, где-то так. Где-то так. Компания Stanlock, разработчик. Это компания из Швеции. Кто не знает, опять же. Я думаю, все знают. Кто играет в Bloodline Champions. Итак, начинается, друзья. Начинается. Холивар, поджигатель, предсказатель. Ранит слева, справа. Медиум, Шаман. И, конечно же, Лучник. Не знаю, как Буба на этом лодочнике будет сейчас растекать. Но мне кажется, все-таки... Да, 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 да. Походу, Билло будет снова играть пассивно. И отдавать карту своим соперникам. И играть от приема. Слишком... Не рвутся вообще Билло. Я заметил никогда. Да, они в центр за этой энергией. Хотя вот их почти наказали Брингетон в предыдущем матче. Благодаря там супер ультимейтам. Итак, у Пенткиллера пока что проблема. У него пол жизни. Довольно вяленько пока что играют. У Пенткиллера какой-то глюк и их способность случился. Так как что его там просто переколбасило на лестнице. Чё, посмотрим. В Инвизии стан БМХ. Там ульта у Пампы здесь будет. Не попадает поджигатель сейчас. Двое красных слева снизу у Флюксов. Билло вообще спокойно. Сейчас могут, мне кажется, будут карать. Не, вот честно. Ну, я думаю, вы все слышали и видели мой прогноз на этот матч. Да и не только мой. Панда, в принципе, тоже склоняется к тому, что выигрывает Билло. Я думаю, что это какой-то будет 5-1-5-1 или 5-1-5-2. Или того еще хуже 5-0-5-0. За шведами из Билло. Просто сейчас непонятно, в какой форме находятся Флюксы и как они будут действовать. Чоп уже хилится на Ф1. Билло уже занимает не свойственно себе центр карты. Мамутс имеет полжизни, но никаких проблем. Ну и, в общем, в принципе, уже потихонечку Билло додавливает Флюксов. И кажется, что ничего сейчас не предвещает беды в этой ситуации. Но это Bloodline Champions. Тут в любую секунду все может перевернуться очень жестко. Подтянул сейчас Флюксор Бубу. Его прогоняют. У Бубы есть ульт. Сейчас посмотрим, куда лодочник зажахает свою ульту. Ставит зеркало перед собой. Ну и а снизу там уже, посмотрите, чуть не слили Бубу. Точнее, не Бубу, а Пайнкиллера. Буба тоже сейчас под ультой. Красный, красный Пайнкиллер. Красный Чоп. Да, вот будет длиться 2 минуты раунд. Но никуда не спешат Билло. Им некуда спешить. У них есть преимущество Пухолцам. И они совершенно свободно забирают первый раунд у команды Флюкса и Учеба в час. Итак, 1-0 на первой карте. За командой Билло. Довольно спокойный матч. Согласитесь, со мной как-то вот вяленько, вяленько. До этого отрубились пацаны гораздо жестче. И вот Брингетон играли очень хорошо с Билло. Там был реально крутой матч. Ну, сейчас как-то вот... Как-то все спокойно, но уверенно для Билло. В первом раунде, правда. Еще тут раундов может быть 8, если честно. Только на первой карте. Мамутс. Раскрутил. Ушел. Чоп. Рывается. Ронит замес. И его, смотрите, отпускают только с полужизнями уже. Но там покоцали немного Флютера. Но, в принципе, там тоже все без проблем. Мамутс атакует в убо. Чоп прывается во Флютера. Мамутс. В феере за Мамутсом сейчас пришел Чоп. Здесь и бейнкиллер. Фокус Мамутса. Мамутс уходит. Да, да, да. Там хорошо помог ему сейчас БМХ. Мамутс ставит лук. Уходит назад. За ним Чоп. Чоп за Мамутсом. Сюда же помпа в ульте просто приходит. Флютер также ультует одновременно. Нет ультимейтов пока что у команды Флюкс. И я думаю, сейчас яйцо получит свое. И будет уничтожено. Сделать из него, как я уже говорил, Гоголь Моголь. Но нет. Все-таки лодочников. Потопили первого. Без хил остаются Флюксы. И это 2-0 за командой БЛО. Ну, в принципе, опять же, для меня все ожидаемо. Дальше смотрим. Привет, Тафа, распишись на стене. Нормальное вообще сообщение. Вконтакте. Мужик, я пацик с района. Отвали. Энтер. Вот туда энтер поставил. Вот сюда. Все, ладно. Ну, не верю о Флюксов, к сожалению. Не верю. Все-таки уже немножко начал, как говорится, нарезать дупля. В этой игре, Тафа. Не знаю. Пацик, молча. Ну и, в принципе, да, наверное, любой игрок, который бы смотрел Старсерию, столько матчей бы, знал бы, что действительно БЛО будет мощнее, чем Флюксы. По началу сезона, да, Флюксы, когда вот мы их меньше видели, казались тоже неплохой такой топовой европейской командой. Чоп на Рониде круто играл. Но сейчас, в принципе, можно сказать, что ничего особенного. Мне кажется, что еще пару российских коллективов точно вот Флюксов навешает. Как бы не больше. Пейнткилла красный, красный Чоп. Бегают, там что-то скачут, прыгают. Буба красный. Вообще, как-то полная, полная легкая доминация от команды БЛО. Ух, про их хочу, сказал Пейнткиллер. В боих вошел, но без проблем сразу. Без проблем для БЛО. Ну, как-то, наверное, так все раунды у нас и будут проходить по две минуты, но все равно с твердым преимуществом вот членской команды БЛО. Пытается поджигать их там, что-то там, вулканом себе поделать. Бубы там прячутся. Посмотрите, у него 528 колсов. Но это пока что серые колси. Ультует БМХ. Так, зеркало оставил лодочник. Его уже отправили в алтарь. Чоп. Ну, да. 3-0. Ну, вот что хотели. Что вы хотели, друзья? Разыграли просто Брингетон команду БЛО. Так размяли плотно просто. И после такой разминки явно должна вытягиваться встреча. БМХ лучше по статистике. Не, ну скучная игра. Будем называть все своими именами. Мы не будем врать людям. Мы же все-таки вещаем в интернете, а не на телевизоре. Поэтому нам-то вы верить можете. Мне, в частности. Игра шлаг. БЛО разрывает люксов. Мясо. Ну, хотя, может быть, на второй карте. Я все-таки поставлю восклицательный знак и скажу, что может быть, на второй карте. Игра станет не такой плохой, как на первой. Ну, в смысле, люкс белой игра. А не сама игра Bloodline. Ни хрень. Вот сегодня я просто так насладился матчем Бриндетон-БЛО, что вот я теперь только такие игры и хочу. Буба убегает. Сейчас с ультой. Пейнкиллер уже получил. Чоп там что-то там у него зеленчак какой-то над головой вертится. Тоже, видимо, ему нехорошо. Есть. Чоп берет энергию. Кстати, посмотрите на хелсы команды БЛО. И вообще в сумме на верхних хелсбар. Здесь просто тотал... Чуть не сказал, ладно. Чуть не сказал. Тотал доминейшн, ладно. Сколько знает, наверное. О чем я говорю. К нам посетила легенда КАЕСа. Ну, смотрим. Давайте заканчивать этот раунд. 45 секунд до конца. Шведы давят своих соперников. Ну, в принципе, тоже из Швеции, наверное, можно сказать. Шведы давят шведов. Ну, все-таки, видимо, финн в команде круче, чем датчанин в команде. Ну, да ладно. Сливают уже. Пенкиллор, Абуба, Чоп. Ну, в общем, ну... В общем, такое, знаете. Это даже пункт бач превзошел все мои ожидания. Действительно похоже... Очень похоже на 5.0.5.0. Ну, по крайней мере, на первой карте. Что происходит? Драться будем или нет? А, нам говорят, что... А, я понял. Нам говорят, что пенкиллор пока перезаходит в игру. И с ним что-то случилось. Поэтому они тянут. Они убивают Бубу. Пока всех не сожмет Садендес вообще в этом... Вот в этом... В этом раунде. Слушайте, какие-то лучи тут страшные Садендес. Темень, темень. А, это что за нычка? Буба. Иди в центр. Отхилиться на F1. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Буба сейчас хочет, наверное, выиграть раунд. Но я уверен, что его сейчас просто выбьют. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да. 4-0. А, успел ли вернуться пенкиллор или нет? Нет? Не успел. Или успел? Стоим. Ну, видимо, что, ремейк со счетом 4-0 или как? Или, 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 я не знаю. Или со счетом 3-0 или что там, панта? Введи нас в курс. Ну, вот опять же, смотрите, уже третья игра и... А вот у меня за это время ни разу ничего не повисло. Ни разу ничего не вылетело. Ну, что, что, что такое, а? Что там, что происходит вообще в регионах? Все. Победила зиняя команда, нам написали. Но она еще не победила. Надо еще чуть-чуть раундов выиграть. Еще чуток. Играть снова. Какие-то магнитные бури сегодня происходят. Видимо, хозяин интернета что-то делает какой-то. Интернет 2-0. Ну, что пишет 4-0? Чуа, пишет Мамуц. Окей. Вот, флютор пишет, всегда выходит, всегда покидает игры. Always living games. Всегда покидает игры, всегда покидает меня. Ну, панды просто лютый титул. Да, судья StarLadder TV. Ну, просто вообще. А? Ищу чуток администратора. Ну, ты просто хозяин, хозяин. Ну, что, Бэйло ждут. Им нужно один раунд еще дотянуть и выиграть первую карту. И вообще, вы понимаете, что шансов вообще нет. Никаких шансов у команды Flux. Их разрывают. Ну, в это время могу вам показать турнирную таблицу. И что вообще показано в нашей турнирной таблице. Бэйло побеждает в этом матче и выходит в лидеры чемпионата. Они выйдут на первую строчку. У них будет 24 очка. Но у команды Meanwhile in Finland будет две игры в запасе. А эти дикие ребята явно не проиграют, по-моему, вообще, по-моему, ни один матч в StarCyrie. По-моему, мне кажется, что финны выиграют 15 из 15 игр. Но еще будут игры с русичами. Там еще может получиться хорошие мега-матчи. Ну и Мистер Данди. Не будем забывать, что у них, в принципе, тоже не так все плохо. 6 матчей, 2 победы. 8 матчей, 6 побед, 2 поражения. Ну и опять же, смотрите, у нас топ-8 находится от первого до восьмого места. Разница в 6 очков. То есть разница в 2 победы. Это не так много, учитывая то, что еще впереди половина чемпионата. И, в принципе, в этой восьмерке еще может все пройти по любому сценарию вообще. Потом бац-бац, Вис вообще выиграет чемпионат. Или там бац-бац-бац, там one day to place. Как поднимутся сейчас, как разыграются, как разорвут всех. Главное, чтобы средопыт вернулся и доиграл предыдущую карту. Третью, решающую, против фузов. Ну, снизу у нас вот чисто российская компашка. И забаненные в чемпионате ребята из команды 4Kings. Ну, в принципе, наверное, больше мне нечего сказать. Вот подвинусь ближе к центру. Ну, и будем продолжать мы смотреть за тем, что у нас происходит на сервере. Вернулись все. У нас, кстати, уже готовы флюксы. Ну, и сейчас, я думаю, быстренько будут готовы к этому матчу ребята из команды BLO. Как расшифровывается аббревиатура? BLOM. А это как? Может быть, это Bloodline Onliners или что-нибудь типа того? Нет? Или еще какая-нибудь такая жесткая, жесткая какая-нибудь аббревиатурка. Давайте расшифруем название команды BLO. Пусть первые две буквы будет Bloodline. А что такое О? Останется только в нашем холивар чате. OM. Вообще, если BLOM, тогда Bloodline Online Masters. Там хз, что-то типа того, наверное. Я бы так сказал. Назвал свою команду. Если бы я был бы BLOM. Подозрительное сообщение. Нифига себе. Мне тип написал ВКонтакте. А ты всем отвечаешь ВКонтакте? Или только друзьям? Пишет мне парень. И сообщение является спамом. Можете держать мошеннические предложения или ссылки на родоносные сайты. Переходить к которым не безопасно. Всем отвечаю, братан. Всем. ВКонтакте сошел с ума. Все, поехали, друзья. 4-0 за BLO. Это конец первой карты между ребятами. 4-0. Я не думаю, что там сейчас такой выходил игрок команды Flux. Такой запустил членник. Сейчас такой камбэк 5-4. Или посадил Газхага, да? Я не знаю. Газхага, Газхага. Как правильно? Кто скажет? Мы тут спанды по-разному его называем. Смотрите, Flux. Это первый раунд вообще так, чтобы они вот так вот прижали BLO. Вот так Bringeton каждый раунд держали в РСХ BLO. Но это закончилось все равно не очень хорошо для них. И вот для Flux это точно закончится чем-то плохим. И все, они уже убегают побитые к центру. Ай-яй-яй, надо хватать шарик. Но не умирает лодочник. Не выживает лодочник, умирает. И умирает Чоп, умирает PayneKiller. Нельзя рашить вот так вот, как говорится, нахрапом налетать. Сносить ребята с команды BLO. Нельзя. Надо с ними аккуратненько. Выманивать, вытягивать. Но вот так вот влетать в этих пацанов. Они вообще не теряются и раздают, и уничтожают. Вот и все. В принципе, можно заканчивать. 5-0. 1-0. За командой BLO. Есть ли у вас какие-то варианты в нашем холивар-чате? Нормально тут написали. Американские дети, приглашенные на Крамлевскую елку, постарались от страха, когда русские дети начали вызывать угрыму омертваться. Dead Morose. А когда он пришел, добили требованиями, я ладно, подарков. Дай, дай, дай. Разрыв мозга. Тарфа, ты женат? Еще нет. Ну, короче, да, сама команда BLO не знает вообще, рандомное слово, которое пришло в голову. Врет он нам? Это BLOADLINE ONLINE MASTAS, я точно говорю. MASTAS. А, черт, никто ж не увидит мое сообщение. Ну да ладно. Тарфа осмотритель. Конечно. Слушай, а у нас ледопыт вернулся вообще? Он жив? Ладно, ребят, One Day to Place и FUS, походу, в другой день доиграют третью карту, счет там будет 3-0. Мы всегда, мы обязательно про это напишем, но... Ну, короче, беда. Короче, провал. Как так? Как так вообще могу производить? Вообще, отличные тут вопросы. Мамуц. Мамуц. Да-да-да, Чоп. Мамуц. Поменяли героев. Нафига ему это... Это вот... Это вот тетка. С двумя дубинками. И сразу Мамуц сконтрит тетку с двумя дубинками. Мужиком. С крутящимися ежиками. Так комментировал Тафа, Bloodline в первый день. Все, давайте смотреть за продолжением. Ну что ж, посмотрим за Чопом, как он будет сейчас агриться на пацанов из команды Бейло. Потому что герой такой приходится атаковать. Смотрите, какой пошел замес. Непонятно, что сейчас будет делать Мамуц, конечно. Ухранитель Рун. Ну, в принципе, я думаю, он там справится со своей задачей. Вот теперь все мои прогнозы могут поменяться из этих извращенских выборов героев. Ладно. Смотрим за игрой. BMH. Да, ульта от поджигателя. Пайнкилл пролетает. BMH. Полжизни. Мамуц. Коцаны. Ой. Ну, по-моему, они хотят нас тут вообще не то, что до ночи оставить, а оставить нас тут надолго и до конца. Вот и берут флюксы свой первый раунд против команды BLO. Не понимаю, ну, почему Мамуц лучше не справился? Вбивают флюкс. Остается один Мамуц. У него есть ульта. Ну, видимо, хотят повеселить нас тремя картами. Надеюсь, что хотя бы доигранными тремя картами. Упс. Извиняюсь, друзья. Но смотрим за продолжением. Сейчас все-таки надо как-то выходить из этой ситуации шведом с Биэллоб. Потому что они выиграли легко 5-0 первую карту. Сейчас вот почему-то, видимо, по фан сменили пик. И уже действительно начинается полный фан. Флюксы берут у них первый раунд на второй карте. Чоп. Врывается. Смотрите, пытается агрить Снамамуц. Все не слишком у него активно получается. Вот куда-то залетел. Сейчас лодочник. Уходит Буба из замеса. Из середины, конечно, Хиллу это очень опасно. Нельзя ему находиться в центре. Мамуц сейчас, по-моему, отойдет. Чопа от... Чопа отходит от него назад. Пока что нет контакта. Ну и пошел. Пошел Махач. Сливают пейнкиллера. И походу сравнивают счет на второй карте. Биэлло. И сейчас, конечно, Датчанина забрали первым. Ну а дальше, в принципе, все-все отлично. И разобрали. И Чопа остался один. Один-один, просто. Один-один. Что за сайт Bloodline Champions Net? Это что такое? Как меня на него занесло? Не, я тут, я просто... Ладно, друзья, смотрим за продолжением этого матча. Потому что, ну я не знаю, здесь на самом-то деле все должно было закончиться 5-0-5-0. По идее, вот шведы должны были сейчас отметелить флюксов. Но появилась, как подсказала Непана все-таки, разбойница. Меня просто вылетело из головы. Ну, я бы не назвал это бесполезным персонажем, просто мы его мало в старой серии видим в тройках. И Мамутс поменял почему-то лучника на хранителя рун. А вот девушкам, конечно, он бы сейчас нам дал бы полный расклад по этой ситуации. Ну ладно, давайте смотреть. Ульта от BMH. Врыв начинается от команды BLO. Они начинают, по-моему, действовать агрессивно. Но флюксы, смотрите, втроем пытались ворваться во флюксов. Шаман очень четко стоит по УХП. Мамутс на лоу, уходит назад. BMH должен всего отхилить его. Пузырь пытается засейвить щит, юзает Чоп, уходит назад. Чоп на лоу, УХП. Забрали Бубу, Чоп маленький. По хилсам 87 у него остается. И все, есть минус. Мамутс 11, он живой. Мамутс как-то выжил с 11 хилсами. Вот это да, удача. И минус Пейнкиллер 2-1. Чоп играет разбойницей лучше, чем ранний дэмпишут. Намного лучше. Геральдов топ. Посмотрим. Нагибитор, нагибатор, мамутс. У нас тут жарко, по-моему, да, становится? Потому что я уже тут вообще, по-моему, просто... Это панда включил зачем-то обогреватель, но я успел подло выключить ее. Чтобы по... Чтобы что-то опять его выключил. Негодяй. Ну ладно, смотрим, друзья. Чоп, разбойница. Две больших дубины, куча... Ну вот эти... Разбойница это... Это головорез, только не такой кривой. Мое личное мнение, если честно. Ой-ой-ой, мамутс. Мамутс сейчас битый. Посмотрите, как сейчас чуть не запилили хранитель арун. Отошли флюксы к своему рыспу. Все плотные. Мамутс, походу, на F1. Пока что хилится Чопа, ищет Мамутса. Нет, он пока что занимается флютором. Флютор дерется против троих. Помпа отличивает Мамутса. Врывается Чопа. Прыгал там, постучал пацанам. Мамутсу и бмч неплохо. Но Чопа могут сейчас слить. Флютор почему не врывается в ближний бой? Ультует. И Чопа хотят слить. Чопа уходит пока что. Возвращается к флютору. Это, по-моему, была ошибка. Ну и сейчас, возможно, Чопа сольют. Скорее, сейчас у Бейнкиллера сольюта уходит. Поджигатель назад. Чопа встан. Минус от флютора. И вдвоем остаются. Забирают Бейнкиллера. Все, 3-1. Видите, все-таки даже в этом пике команда Бейло намного сильнее флюксов. То есть, тут реально вот у нас есть команды, которые отличаются по скиллу. По крайней мере, вот Бейло и мифов стоит выделить уже. Вот они намного сильнее остальных европейских коллективов. А вот у нас, конечно же, еще непонятно. Еще непонятно, что говорить о команде БЦА, у которого последние пять туров будет против европейцев. Это будет самые лютые пять дней, наверное, в жизни БЦА и его команды. Ну что ж, 3-1. Два раунда до победы Бейло и, в принципе, на сегодня закончится наша трансляция. Опять же, напомню, что вот какой-то из дней мы досмотрим третью карту с участием фузов в One Day to Place. 3-0 там в пользу One Day to Place. Но игра не закончена. Выкинула игрока. К сожалению, Смитопыт не вернулся. Ну, пойдем на следующую команду. Пока что Мамут неплохо заходит за мест, ставит щит и Пейнкиллера. Посмотрите, насколько неплохо накоцали. Ульта от флютора. Бимэйдж есть. Ой, все. Все, все. Лодочник и Смит. Ну, все. Сразу же привыкли. Вот выбор разбойницы. Чопа, в принципе, никак не запутал команду Биэло. Они тут разбираются. Валят. 4-1. Ну, в принципе, я практически угадал счет этой встречи. И матчпойнты. Матчпойнты у Биэло. Нам вернули свитч. Это, это очень даже... Это свитч. Это нож. Это бладлайн. Это последний раунд. Классно. Классно. Но все-таки я скажу одно. Сегодня, конечно же, лучшая игра дня. Это Брин Битон против Биэло. Опять же, Матси. Смотрите на нашем Ютубе, что я там досмотрел. Она уже есть. И завтра появится на сайте Билдсиста Раддер Ти. Ну, кто не сможет найти ее на Ютубе. Ну что ж, Флютор. Нет, не ультует пока что. Я думал, будет ультовать. Он пока что решил так отбиться от Чопа. Мамут берется с Пейнткиллером. Но там сейчас-таки поджигатель будет заходить в бухту. И он сейчас будет ультовать, скорее всего, во Флютора и Мамута. Нет, чисто в Мамута соло влетает Пейнткиллер. Мамут ставит щит зря. Вот зря он на Мамута так засолил свою ульту. Флютор сейчас заканчивается ульта у Шамана. Мамут все равно выживает. Его сейчас, конечно, немножечко отрезали от пампы. Но не страшно. Не страшно. Правда, его нужно сейчас притянуть обратно. Пейнткиллер. Либо Мамут. Кто умрет быстрее? Чоп, наверное, умрет быстрее. Нет, Пейнткиллер умирает первый. Первый ушел на мясо датчанин. Второй на мясо пойдет сейчас какой-нибудь... Так вот, что два шведа осталось. И, в принципе, все. Победа! Победа! Надеюсь, Жиш, 5-1. Но я, если честно, расстроен этим матчем. Я хоть и знал, какой будет счет, но хотелось борьбы побольше, друзья. Но, увы. Увы, это не так. Ну и напоследок почитаю хуливорчат. Ну, тут, в принципе, все нормально. Все, огонь. Ребята, давай Тафа Стриптиз. Давай, Панда Бан. Пора уже. Пора уже это оформить. Ну что ж, друзья. В принципе, теперь уже все. Могу сказать, что с вами был Тафа. С вами был StaralderTV. Очередной игровой день. Завтра у нас перерыв. В понедельник матчи будут. Во вторник профилактика на серверах и новый. В Бладлайне и по Инбланке. Поэтому во вторник матчи не проводим. Ну а так, в принципе, все как и всегда. Все, кроме воскресенья и вторника. Бладлайн в эфире. Буду либо я, либо Каспер. По-любому здесь кто-то будет сидеть. Либо оба. И будем комментировать. Но у меня просто на следующей неделе начинаются Копенгагенские игры. И вот я буду просить Каспера, наверное, всю следующую неделю как-то проводить вместе с вами Бладлайне. Все-таки КС. Крупный турнир. Ну, я думаю, в принципе, как-то я совмещу и те, и те трансляции. Как-то мы это отстримим. Что ж, играйте и выигрывайте вместе уже со StaralderTV. Жду вас в эфире послезавтра. Аматорка. Сегодня закончилась регистрация. Сегодня подбиваем итоги. Команд могло быть и побольше, я считаю. Ну, для начала 62 Аматорки тоже неплохо. Ну, надеюсь, что уже в третьем сезоне, в втором сезоне у нас будет Аматорки. Там команда 200-300 хотя бы. Буду надеяться. Подскажи, где в Киеве потусить. Черт, приходи в арену, я тебе покажу тысячу мест, где можно будет потусить. Утомительный стрим. Да, нормальный? Нормальный. Все, ребят, всем пока. Тафа уходит из эфира. И едет домой играть во что-нибудь. Пока.